Василий Юрьевич, несколько слов. Вот давно мы не виделись, и выглядит это прекрасно, живете на свежем воздухе, тут в Гатчине. Сейчас большие работы по ремонту дворца идут, и это надолго большие работы по реконструкции, ну в общем, по приведению парка в порядок. Вот об этом немножко. А в выставке мы уже все слышали, вот об этом? Действительно, сейчас, может быть, идут самые масштабные работы по именно определению облика дворца. Я хочу сказать, что таких работ фасадных, да, это очень важно, хотя я в свое время даже и не мечтал о том, чтобы фасады приводились в порядок, но тем не менее, вот нам удалось войти в программу Каги-Олк, и по этой программе нам выделяются средства уже не первый год. И что самое уникальное, что мы в ходе этих работ реставрируем фасады, на которых мы не находили руки никогда. Фактически, например, двор Пухонного кара, в который мы зашли вот в этом году, он никогда не реставрировался. Это первые работы по двору Пухонного кара, это очень важно. Я думаю, что в течение следующего года мы все-таки внешние периметры дворца закончим, и башни тоже, которые тоже никогда не ремонтировались, это очень важно. И дворец, наконец, представит то, в виде, в каком он был задуман изначально, тут были последние реконструкции. Которым его видела Мария Федоровна. Да, которым его видела Мария Федоровна, совершенно верно. Но это не единственная работа наша, очень важные работы идут внутри самого дворца. И я бы назвал самыми главными, это окончание работ по Китайской галереи, это пространство, которое занимает почти треть Арсенального кары. И я думаю, что в следующем году мы тоже это закончим, мы зашли в готическую галерею в Арсенальном каре. И что может быть самое-самое главное, мы начали реставрацию комнат Павла Первого. Это чрезвычайно важно. Эти комнаты никогда не реставрировались. Когда-то в них располагалась выставка, посвященная Павлу Первому. Теперь выставка была много лет назад разобрана. И вот, наконец, мы сейчас приступили к реставрации. В парке тоже ведутся грандиозные совершенно работы. Это и Чеслинский обелиск, который мы откроем в самое ближайшее время. Это павильон Орла. Это мосты, большой каменный и горбатый мост. Это переправы, это ферма, это птичник. Словом, мне даже не перечислить. Там в Марцево-Коле, вот как это называется, Колизей этот. Нет, вы имеете в виду Львовский амфитеатр. Нет, Львовский амфитеатр будет на закусочку. Это наша последняя вещь, которую мы можем реставрировать, потому что там много вопросов. Он же сам Львов не закончил этот амфитеатр. Там еще оранжерея, которую... Оранжереи мы тоже делаем потихонечку. По словам, очень большие работы. Я смотрю, что там прилезали. Я как-то гуляла по парку. Мне кажется, что еще часть территории добавилась. Да, мы позапрошлым годом получили огромный еще один парк. Это парк Зверинец, почти 400 гектар. Теперь у нас почти как в Павловске, тоже около 600 гектар в нашем парке. Это огромное пространство, где располагался царский звездист. Но это тоже памятник ЮНЕСКО, потому что это регулярный парк, в котором есть и сооружения, которые тоже надо восстанавливать. Он находился в небрежении и в полном запустении, практически с революцией. Никто им не занимался. Это был просто лесомассив, лесной массив. И поэтому сейчас нам предстоят очень большие работы. Ну, сначала исследовать, что там надо оставить, и потом убрать то, что не надо. Там все понятно, потому что там была такая специальная система дорог для того, чтобы делались засеки для охотников. Круги такие большие, на которых стояли специальные укрытия, где скрывались охотники. И также там было 8 мостов, из которых только один практически остался. В очень плохом состоянии, но он существует. Эти мосты тоже надо все восстанавливать. Это очень красиво. В общем, необъятное поле деятельности. Нет, это очень здорово. Чем выше задача, так сказать, тем интереснее жить, и тем важнее те достижения, которые мы можем показать. Ну, вам только пожелать успехов. Спасибо. 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 Продолжение следует...